Уважаемые граждане! Сегодня очень яркую и демонстративную акцию, связанную с тем, что граждане Республики Молдова, как и мы депутаты, не поддерживаем этот ЛГБТ. Мы требуем его отмены и считаем его неуместным на территории Республики Молдова, так как ни для кого не секрет, что 90% наших граждан являются православными. Для нас это очень важный вопрос, вопрос семьи, вопрос детей, вопрос демографии. Мы прекрасно понимаем, что именно вот эти ценности позволили существовать в Молдове на протяжении всех веков ее существования. И сохранение этих ценностей, сохранение этих идеалов является приоритетом в том числе для нас. С учетом того, что очень многие, в том числе представители власти, ссылаются на Конституцию, статью 32, свобода мнения и выражения, я хочу напомнить и представителям власти, и представителям ЛГБТ-сообщества, что в этой статье есть и второй пункт. Свобода выражения не должна наносить учерп чести, достоинству или праву другого лица иметь собственные взгляды. А вопрос о традиционной ориентации, вопрос о традиционной семье является вопросом чести для наших граждан. И повторюсь еще раз, мы будем отстаивать ваши интересы, мы будем продолжать бороться за ваше мнение. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Я считаю, что мы продолжаем обучение наших детей и наших детей, в зависимости от традиций Республики Молдова. И ни я, ни от других коллеги, мы не знаем, что наши наши дети, наши наши дети, чтобы жить в соцсетях, где стольные изменения и стольные марши сунд-пермиссии. Добрый день, дорогие сограждане, друзья. Маршал ГБТ-сообщества Молдовы, запланированный на это воскресенье в Кишиневе, является ничем иным, как провокация со стороны тех, кто изо всех сил навязывает нам свой и, к сожалению, развратный образ жизни. Республика Молдова – религиозная страна с многовековыми традициями, в которой нормальная классическая семья, состоящая исключительно из мужчины и женщины, играет ключевую и решающую роль в воспитании подрастающего поколения и народа страны в целом. Это то, что должны понимать те, кто пытаются разжечь страсти и спровоцировать нас. Наша страна сталкивается сегодня с очень большими проблемами, начиная от бедности, кризисов и заканчивая выраженным экономическим спадом. Но, безусловно, одной из самых больших проблем является демографический спад, который сегодня переживает наша страна. Рождаемость чрезвычайно низкая, а Молдова медленно, но верно становится обезлюдившей страной. Как мы сможем увеличить рождаемость с гомосексуалистами и лесбиянками? Могут ли те, кто организует этот марш, ответить нам на этот вопрос? Нам нужна очень четкая и эффективная политика в отношении увеличения рождаемости и воспитания подрастающего поколения. Вы видели хоть какое-то решение, предоставленное ПАС по этому поводу? Нет. И не увидите. Потому что они заботятся о сексуальных меньшинствах, а не о подавляющем большинстве населения страны. Господа исправящего большинства, мне хочется задать вам один очень простой вопрос. Скажите, почему, когда мужчина отождествляет себя и называет себя Наполеоном, его отвозят в психушку и лечат? А когда мужчина называет себя женщиной и отождествляет себя с женщиной, его права защищают и все должны относиться к нему толерантно. Нельзя идти против природы, против законных, установленных ею, и искажать их. Это чревато очень пагубными последствиями. Может быть, эти последствия и не будут видны сразу, но они обязательно скажутся на будущих поколениях. И исправление сегодняшних ошибок будет стоить обществу очень и очень дорого. А что касаемо толерантности, так наше общество и так уже проявляет ее тем, что не преследует сторонников ЛГБТ, не наказывает их изоляцией от общества или принудительным лечением. И, по-моему, это и есть толерантность к нестандартному поведению. Господа Испас, я уверен, что каждый из вас внутри себя против этих новомодных тенденций. Во всяком случае, очень хочется в это верить. Поэтому призываю вас не внедрять слепо в наше здоровое общество чуждые нам нравы и обычаи, которые противоречат устоям нашего общества, религии, законам природы, да и просто здравому смыслу. Скажите хоть раз решительное «нет» заказу ваших политических кураторов из-за рубежа, иначе вы покроете себя несмываемым позором в глазах всего нашего народа. И это не только мое мнение или мнение партии ШОР. Это мнение подавляющего большинства наших сограждан, которые на встречах не просто возмущаются, а решительно требуют прекратить пропаганду и насаждение этого позора. Семья, состоящая из мужчины и женщины, дети, воспитанные в любви и на истинных ценностях, православная вера и любимая страна – вот наши ценности. Так было всегда, есть и так будет, чтобы не замышляли некоторые больные умы. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... ...ce pleacă și vin despre Balcani. Istoric, Repubblica Moldova a stat la straja a părerilor valorilor creștine. Și nu numai în Repubblica Moldova, nu numai în statul moldovenesc, ci și în treagă Europa. Acum vedem că guvernarea este susținută din plin de sursele străine. Nimeni nu spune nimic, este un lucru rău sau bun. Toți, cum consideră, așa conduc. Repărăm grădiniți, repărăm școli, reabilităm drumuri, lucruri necesare, strict necesare pentru viitorul nostru. Dar mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, oare să merită contra acestor bani să mutilăm sufletele la copiii noștri, să mutilăm însăși valoarea Institutului Familii și viitorul nostru. Noi considerăm că aceste lucruri trebuie ca să rămână în istoria noastră ca un lucru rușunos. Considerăm că și dumneavoastră sunteți cei care nu acceptați această situație în țara noastră și doriți un viitor mai frumos pentru copiii noștri. Partidul comuniștilor, blocul socialiștilor, împreună colegii noștri, susținem ratarea acestei nouătăți în politica moldovinească și revenirea la normal. Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim frumos!